13.20. Мы начинаем следующую сессию нашей секции. Как я вам обещала, сегодня у нас в гостях один из самых известных и один из самых профессиональных российско-швейцарских генеалогов Иван Грезин. Он хорошо известен всем, кто занимается и историей русского зарубежья, и вообще российской историей, потому что он, собственно говоря, не просто патриарх, а он автор основополагающих таких трудов в целом ряде областей. Достаточно назвать его описание русского некрополя в Сен-Живьев-де-Буа, или русского некрополя кладбища Кокат в Ницце, или многих других, ну, это я основные кирпичи, которые вот у меня, видите, я вот руку протягиваю, да, и вот здесь и могу сразу труды взять с полки Ивана, потому что они у меня всегда под рукой. Вот, видите, даже не думала показывать, но действительно, это моя главная полка историка, да, как все мы, как ленивые, куда-то далеко лезть не хочется, а здесь вот так непосредственно. Иван, я вас приветствую, мы очень рады видеть вас, мы будем очень рады сотрудничеству с вами, как в письменном виде, так и в устном. Вот, может быть, вы когда-нибудь в Москву заедете, а может быть, и мы все-таки у нас еще будет шанс когда-нибудь приехать в Швейцарию, хотя вряд ли. Так или иначе, прошу вас, ваше слово, мы с удовольствием выслушаем все, что вы хотите нам поведать о вашем опыте архивного поиска следов русских эмигрантам по нерусским архивным источникам европейских стран. Франция, Германия, Швейцария. Прошу вас. Благодарю вас. Благодарю вас за предоставленную возможность выступить. Я действительно занимался и продолжаю заниматься исследованием по темам, связанным с русской эмиграцией, разных волн в разных европейских странах. Но то, о чем я сейчас хотел рассказать, как раз связано с одним поворотом, случившимся уже около 20 лет назад в моей карьере, в моей биографии, когда я переключился на исследования европейские, на исследования местных уроженцев, которые никаким образом не связаны с русской эмиграцией, с Россией, Союзом и так далее. И вот эти исследования научили меня, позволили и в русских исследованиях тоже использовать источники, которые я условно назвал нерусскими, в кавычках безусловно, и преодолеть, так сказать, тоже так называемую русскоцентричность в исследовании. Я своим выступлением никаких Америк не открываю. Я уже лет 15, по крайней мере, может быть, больше даже об этом говорю, пытаюсь говорить, потому что по мере того, как я начинал открывать для себя новые источники, я меня самого в моих прежних исследованиях 90-х годов, всех, которые привели к книгам о некрополях, вот уже здесь рекламировавшимся, представлявшимся, спасибо большое, я вот все это меня начало смущать в моей деятельности, в деятельности других исследователей, начало смущать то, что исследуется, когда при исследовании пользуются источниками, только, опять же, в кавычках, русскими, как то, например, метрики и архивы вообще русских православных храмов, архивы или надгробия русских, опять же, в кавычках, кладбищ, они могут быть нерусскими по подчинению административному, а также архивы прессы русскоязычной, архивы всевозможных ассоциаций, объединений, которые существовали в эмиграции, всевозможных русских домов, архивы эти могут храниться в публичных архивах, в частных архивах, все равно, личные архивы, я вижу, этому очень большое внимание уделяются в сегодняшней конференции, в сегодняшней, вчерашней нашей конференции, поэтому меня это стало смущать, потому что местные источники, что под ними я подразумеваю, сейчас скажу, они имеют приоритет, вот по какому простому, почему, почему они имеют такое преимущество, смотрите, записи о изменениях гражданского состояния человека, безусловно, есть метрические книги русских приходов, многие доступны в архивах и в каких-то публичных архивах и в самих храмах, но ведь это не касается всех, это не было совершенно обязательным, во-первых, уцерковленными были далеко не все, потом, если, например, речь идет об отпевании, то людей, умерших, делами умерших людей могли заниматься, их не уцерковленные или вообще не имеющие никакой религиозной принадлежности потомки или наследники или друзья, поэтому совершенно не обязательно, что было отпевание в храме, чтобы выяснить, например, данные о смерти, о чьей-либо смерти, и, следовательно, надо обратиться к такому источнику, который является всеобщим, то есть ЗАГС. ЗАГС, он всюду существовал в 20 веке уже в европейских странах и никаких проблем нету, его, получить к нему доступ, особенно к старым материалам, если очень нужный к новым материалам, на который распространяется пресловутый закон о сохранении личных данных, пресловутый, говорю, потому, потому что, к сожалению, сейчас применяют к месту и не к месту в разных, разные его трактовки в разных странах, трактуются очень, очень, очень вольно часто, к сожалению, это большая проблема, но я отступаю от темы. Как бы то ни было, материалы ЗАГС обязательные. Другой вопрос, что там, конечно, могут быть искажены имена из русского, в транскрипции с русского на местные языки, там опускаются какие-то важные детали, которые всегда будут присутствовать в тех же записях по-русски в метрических книгах, но, опять же, этот источник всеобщий, все, вы там найдете все. Далее есть другой обязательный источник, это проживание людей. Опять же, в большинстве европейских стран, Германия, Италия, Швейцария, Бельгия, была запись людей в их населенном пункте, в котором они проживали, в муниципалитете, в котором они проживали, по очень простой формуле, приехал, уехал, из кого состоял адрес проживания или адреса, если их несколько было сменено во время жительства в этом населенном пункте, равным образом, если был человек не один, из кого состояла его семья, все дети несовершеннолетние, по крайней мере, которые при нем находились, должны быть перечислены со всеми датами. Это могли быть карточки, могли быть реестры, службы назывались совершенно по-разному, службы по контролю населения, так правильно, как правило, их переводят. Такие службы существовали и существуют во многих европейских странах, к сожалению, не во Франции. Франция, она исключение во многих отношениях, как положительное, так и отрицательное, к сожалению. Франция, которая, да, все-таки место по умолчанию, самое известное место русской эмиграции, первая эмиграция, прежде всего, здесь не было никакой регистрации в муниципалитетах, здесь регистрировали, если регистрировали какие-то органы уже на национальные, и все надо искать на уровне национальных архивов, или архивов этих ведомств, которые могут быть архивы ведомства, знаменитая, ныне теперь, организация по, по-русски лучше перевести, по помощи, то, что называется сокращением ОФТЭХА, организация, французская организация по защите интересов беженцев и апатридов. Ее архив все больше и больше оцифровывается, к тому же выставлен в интернете, в сети, поэтому все больше и больше данных оттуда можно узнать, по картотеке, опять же, русских беженцев. Русские нас интересуют, прежде всего, безусловно, здесь. Там не только русские учитывались. Равным образом, как в архивах департаментов, можно найти материалы, но здесь действительно важна, очень часто бывает важна привязка территориальные, где эти люди жили. Тоже можно вычислить по каким-то другим данным, по тем же адресным справочникам, опять же, с документом о натурализации, если, опять же, происходила натурализация. То есть источников больше и с одной стороны, но они более разбросаны, в отличие от тех стран, где есть четкие службы при муниципалитетах, где можно узнать, когда человек приехал-уехал и из кого состоит его семья. Это все тоже, естественно, обязательно. Там, где такая регистрация была обязательной, в отличие от всевозможных ассоциаций, клубов, объединений и так далее, где, конечно, само по себе членство было ни в коем случае не обязательным. Я сам прекрасно знал и знаю людей и в Швейцарии, и во Франции, которые никакого отношения к русским организациям не имели, но при этом, естественно, они формально все потомки русских эмигрантов и по фамилии, по языку и по культуре тоже. Это второй пункт. Третий пункт, он немножко своеобразный, но тоже можно найти очень много материала. Это архивы какие-то ведомственные и профессиональные, потому что можно при большой удаче найти личное досье человека, где по работе его, особенно если человек служил, при государственных службах находился, состоял, если он еще был на военной службе, тоже можно очень много хорошо, но интересно найти. Опять же, все зависит от того, от степени открытости этих досье. Но если, опять же, если очень надо, если есть, как в некоторых странах Германии, это очень хорошо формулируется, например, если есть общественный интерес к этому вопросу, то данные, даже если они находятся под защитой персональных данных, они могут быть предоставлены, если можно обосновать этот интерес, исторический, исследовательский и так далее. Поэтому вот эта группа из трех материалов, ЗАГС, органы регистрации населения, можно назвать иммиграционными службами, но лучше так, или же потом документы о работе, о службе людей, вот эти документы – это то, на что надо обращать внимание. Безусловно, в этих материалах уже давно известно. Люди ими пользуются, особенно материалами ЗАГСа, те, которые выложены в сети, выложены через разные, прежде всего, международные генеалогические базы, как Ancestry или FamilySearch, или же, например, по французским, где много французских данных, как Женеонет, например, или Филае. Данные об этом очень распространены, и, к счастью, их уже используют. Это не является нахождение человека и отсутствие какого-то нибудь русского архива или захоронения на кладбище. Простите? Я услышал какую-то реплику, она была мне адресована или нет? Нет, нет, нет. Нет. И, в общем, раньше это было тупиком, сейчас больше нет. Но, действительно, по-прежнему, естественно, русские источники не отменяются, я не призываю не пользоваться ими, надо просто все источники умело сочетать. Конечно, опять же, мемуары, переписка, любые личные архивы, о которых, я так понимаю, очень много говорится на нынешней конференции, это все замечательно, это дает очень много для того, чтобы узнать людей, для того, чтобы о них, какие-то их взгляды, познакомиться с взглядами, узнать об их работе и так далее, и тому подобное. Но, естественно, они куда более увлекательны, эти источники, чем сухие записи о том, что кто-то куда-то, откуда-то приехал, уехал и так далее, женился, у него родились дети, или он умер, это все очень сухо, это, конечно, не дает никаких, можно подумать, что на основе этого нельзя создать какие-то интересные истории, написать, по крайней мере, или что-то разработать. Но это не совсем правда, хотя бы потому, что, во-первых, для любого исследователя, даже если он совершенно не интересуется родословием, я как гениолог все-таки этому слову уделяю большое внимание, если исследователь совершенно не интересуется, например, родословием человека, биографию которого он исследует, ну, такое тоже можно предложить, но в любом случае даты жизни, адреса, какой-то хотя бы ближний семейный круг жену и детей, он должен, это должно его интересовать, посему все это, все эти темы, ну, интересны просто самим фактом, то, что узнаешь факты о людях, но к тому же можно узнать, и вот это самое интересное, можно тоже познакомиться с очень многими интересными историями. Почему? Если берем иммиграционные какие-то архивы, материалы, да, за рамками просто сухих цифр, адресов, каких-то имен, можно узнать в досье, если найдется очень, если найдется хорошее досье, а что в департаментальных архивах во Франции, что, например, в Швейцарии в федеральном архиве, один из моих любимых архивов, который, к сожалению, закрытый сейчас, и там замечательные досье, потому что любая, любой приезд иммигранта, это прошение, это прошение, он рассказывает о себе, о своей семье, о каких-то своих проблемах, потому что чаще всего он еще просит каких-то какого-то вспомоществования, он рассказывает о том, как ему плохо живется, где он живет, на что он живет, если он работает, где он работает, какие он гроши за это получает. Потом, я беру самый классический, классический иммигрант, который действительно оказался без всего в чужой стране, и если он об этом просит, он рассказывает о том, что у него, какие у него доходы, где он живет, на что он живет, есть ли у него близкие родственники, или наоборот, то есть, которые могут ему что-то прислать, или наоборот, он вынужден еще какую-нибудь старую тетушку обеспечивать средствами к существованию. Поэтому все это, все это он рассказывает. Он придает, дает своим, к своему досье, он добавляет материалы, часто какие-то свои метрики, собственно, метрика, такая важная вещь, только что с Мариной об этом говорили, и любой исследователь очень хочет иметь метрические свидетельства разные о своих героях, то это большой источник, причем там будут оригинальные метрики из России, там будут паспорта с замечательными фотографиями, причем часто это не фотографии именно для паспорта, а фотографии, постановочные фотографии из ателье, на фоне какой-то картинки природы, поэтому, когда вся семья снимается, такие в досье я тоже находил, поэтому это очень важный элемент, потом, дальше, если существует какая-то проблема, если есть семья, которой надо воссоединиться, у меня есть поразительные истории, они, правда, не касаются первой эмиграции, я так понимаю, что мы все-таки здесь на этой конференции должны говорить о первой эмиграции, благо, юбилеи, ее начало, но, например, есть поразительные истории, которыми я занимался уже из эмиграции времен Второй мировой войны, уже о людях, которые попали, бывших военнопленных, которые попали в ту же Швейцарию, например, спасаясь из Германии или переходя границу со стороны Италии, то случаи невероятные, там переписка людей, там, например, история любви, скажем, я за малостью времени не буду рассказывать, но можете найти мои выступления на эту тему на других конференциях или какие-то статьи, когда это просто любовную переписку можно найти в архиве когда любящие люди хотели бы соединиться и администрация не очень этому содействовала и как эти препятствия преодолевались, поэтому все любое, 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 в общем, я для себя сделал такое правило, любое, вывел такое правило, любая чрезвычайная ситуация в жизни человека, если мы занимаемся эмигрантами, в жизни эмигранта, она создает очень интересный архивный пункт, речь идет о каких-то, я говорю, прошениях, речь идет о любых правонарушениях и преступлениях, будь то человек, сам человек, если он совершил что-то нехорошее, тут уже сразу тоже создается досье, где выясняется его личность и обстоятельства дела, и обстоятельства, естественно, где он живет, если он стал жертвой какого-то убийства или ограбления, то тоже может быть архивы полиции постепенно открываются во всех странах европейских, мне приходилось например в Берлине в земельном архиве смотреть полицейские дела на совершенно жуткие криминальные истории уже времен Второй мировой войны об убийствах, никак не связаны они с политикой, это не архивы гестапо, это архивы криминальной полиции именно, и всюду, там где можно, там появляется масса имен в такого рода делах, масса имен или как обвиняемые или потерпевшие или свидетели и это дает очень много зацепок, даже не зацеп, много зацепищ огромных для восстановления биографии кого бы то ни было. То же самое любые документы, ну любые документы о службе, я о них уже говорил, во всяком случае какие-то всевозможные, всевозможные виды документов можно найти в местных архивах, местных во всем, местных в смысле архивах, архивах стран, архивах, публичных архивах, национальных, федеральных, они могут называться по-разному региональных, но архивах стран, и ни в коем случае не надо оставлять за бортом вот этот блок, весь этот блок информации. Я благодарю за внимание, и если есть какие-то вопросы, я всегда готов на них ответить. Я, к сожалению, не успевал какие-то конкретные примеры привести, но я понял, что если бы я начал приводить примеры, это бы просто удлинило разговоры, я бы до вечера говорил. Большое спасибо и вам. Пока готовятся к вам вопросы. Я хотела бы, между прочим, вот сразу выступить с некоторым предложением. Давайте сделаем такой онлайн-семинар по биографике русского зарубежья. Совместный. Не отвечайте. Я бросаю это просто, так сказать, как идею, потому что это зависит от многих факторов, но мало столь опытных людей, как вы, в архивных исследованиях в Европе, поэтому ваш опыт, конечно, бесценен и был бы многим очень полезен. Тем более, что, вот смотрите, я вчера показывала, многие видели, а вы еще не видели, да, у нас в последнем ежегоднике дома русского зарубежья, куда, кстати, мы вас тоже приглашаем писать, опубликовано почти 300 страниц круглого стола под названием «Биографика русского зарубежья в Королевстве сербов, хорватов и словенцев». Понимаете, да, эта проблема так или иначе всех специалистов очень волнует, потому что нет более сложной конструкции, чем биографии иммигранта. И, конечно, здесь очень важен обмен мнениями, обмен источниками, тем более, что многие из источников сейчас находятся в оцифрованном виде. И мой вопрос к вам, как вы полагаете, ваша оценка, не более того, если сравнить Германию, Францию, Швейцарию, где больше оцифрованных и находящихся в онлайн материалов, скажем, ЗАГСов или различных организаций, которые занимались регистрацией иммигрантов? Ну, просто как оценка. Ну, я уже даже об этом упоминал. Франция. Франция на первом месте во всем, во всех отношениях. Будь то ЗАГС старый, который, может быть, не особенно интересует тех, кто ищет следов русской эмиграции, я имею в виду какие-то материалы первой половины 19 века и так далее. И весь 19 век и половина 20-го оцифрованы уже очень хорошо. Поэтому, если это не оцифровано, то искать тоже очень хорошо по запросам можно. Во всяком случае, Франция всегда на первом месте здесь. Ну, как-то особо, видимо, особое отношение к генеалогии как-то так сложилось. Да, это даже балует французов, потому что они сами не хотят запросов никаких делать. Именно, надо бы только все искать через сетевые источники. Это же запросы на оплату, да? Ну, да, причем при том, что это, наверное, тоже единственное в Европе, если не в мире, место, где ЗАГСовские акты бесплатны. Это правда. Потому что всюду надо платить где-то немного, где-то, как в Швейцарии, достаточно много, но Франция любой ЗАГСовская, любой документ из ЗАГСа можно заказать бесплатно. И ну, то есть балованы. Они на этом, что запрос не запрос, а тот запрос, за который еще надо платить, это что-то страшное. В Германии старые документы оцифрованы, там все-таки 20-й век, тоже документы получить легко по запросу, ну, а по крайней мере в оцифрованном виде все мало. В Швейцарии, например, очень специфически применяется метод, там многое оцифруется, тот же ЗАГС, но для внутренних баз-архивов. То есть надо приехать в читальный зал и все посмотреть. Сейчас у нас тут тоже такая через полосица, потому что некоторые архивы закрыты, некоторые архивы открыты, все на уровне кантона все решается, но, по крайней мере, там, где закрыты, можно запросить об этом материале из их местной базы данных. Так что, опять же, повторяю, что Франция на первом месте и архивы по натурализации можно много что найти, можно много найти по, собственно, миграционным делам. Коллеги, есть еще вопросы к Ивану? Не вижу, да? Ну, хорошо, ладно, значит, еще кто-то, кто-то спит. Но если можно... А, конечно. Пожалуйста, пожалуйста. А, если можно, если позволите, не столько вопрос, сколько реплика благодарственная и Дому русского зарубежья, и уважаемому докладчику, потому что вот меня сюда как раз привела замечательная электронная энциклопедия Дома русского зарубежья, лица русской эмиграции, благодаря которой мы нашли нашего предка, которого считали погибшим в гражданскую войну. И мы узнали, что он, оказывается, эмигрировал, ушел с армии в Рангеле, и вот теперь нам как раз предстоит искать его следы во Франции без опоры на семейный архив. Вот, и как раз огромное вам спасибо, потому что дает хорошие зацепки о том, с чего начать, так что спасибо и организаторам, и огромное спасибо вам. Если есть региональная зацепка, это прежде всего, Географическая зацепка должна быть. Да, географическая, есть некролог вместо смерти, указанного в энциклопедии как раз Дома русского зарубежья. Мы даже, когда увидели, не поверили. Если бы там не было фотографии, его внуки считали, что его убили в 20-м году, поэтому... Слушайте, как интересно, но вы нам напишите, Ирина. Я напишу, единственное, там как раз неправильно указаны имена детей, они, видимо, указаны какими-то прозвищами, то есть сын Юлад, это дочь Юлия, моя бабушка, значит, соответственно, шашляж, это, видимо, вообще прозвище, Галина, ну, в общем, неважно там. Неважно, это все всегда можно поправить, и, собственно говоря, смысл публикации этих материалов в том, чтобы как раз всех соединить, и семьи, которые разбросаны по разным странам, да, и можно добавлять информацию, не говоря уже о том, что, конечно, мы на этих сайтах готовы размещать ту информацию, не просто информацию, а фотографии или какие-то аудиозаписи или какие-то бумажные документы, которые вы сочтете возможным, с удовольствием мы разместим, и это, эти базы данных, они существуют, они открыты, они существуют для обмена, для того, чтобы это было общедоступный ресурс, так что в этом смысл. Спасибо вам большое за звонок, участие, мое сердце сразу это согрело, необыкновенно. Нет, это вам спасибо. Вы, на самом деле, необыкновенно нам сердце согрели, потому что мы просто случайно смотрели материалы в честь годовщины исхода и случайно нашли. И вот ты видишь фотографию, которая у тебя есть в семейном альбоме. С ума сойти, это прям вот как звонок на радио у нас получается. Отлично, Ирина, большое вам спасибо. Вам спасибо, всего доброго. Хорошо. Коллеги, еще есть вопросы к Ивану, какие-то мнения? Нет? Отлично. Иван, большое вам спасибо. Подумайте над моим предложением по поводу совместного семинара по биографике русского зарубежья. Мы с вами видимся на Фейсбуке часто, я думаю, что мы могли бы что-то здесь делать очень такое полезное. А может быть, с вашей страницей на Фейсбуке? В общем, здесь варианты возможные. Да, да, да. Спасибо вам. Сидите в страницу, где я теперь бы постоянно пишу страницу в Фейсбуке «Генеалогическое собрание». Да, да, да. Все на страницу Ивана и его коллег «Генеалогическое собрание» в Фейсбук. Причем «Генеалогическое собрание» там написано по-русски, как название страницы. Правильно? Да, да, да. Да, да. Спасибо вам. Есть два перевода. Есть два перевода и как ассамблея, и как коллекция. Кому как удобнее, кому как интереснее, приятнее. Вот видите, как хорошо. Спасибо вам большое. Тогда мы переходим. Спасибо вам. Спасибо Иван. Всегда вас ждем. Всего вам. Всего самого хорошего. Да, счастлива. Переходим тогда к следующему докладу. Мне хотелось бы вам представить, дорогие друзья, коллеги и слушатели. О, вот Иван Грезин вместе со своей прекрасной семьей. Заставочка у нас. А сейчас я предоставляю слово Ксении Васильевне Сак, кандидату исторических наук. Она представляет Дом русского зарубежья. И мне особенно приятно ее представить, потому что она ведущий научный сотрудник отдела истории российского зарубежья. Она недавно работает в Доме русского зарубежья. И это сегодня ее дебют в этом статусе. Хотя, конечно, всем интересующимся историей России она прекрасно известна своими замечательными работами по истории Второй мировой войны, по истории Романовых в России и в эмиграции. Ксения Васильевна. Здравствуйте. Добрый день. Вот видите, какие прекрасные, какие замечательные новые ведущие сотрудники Дома русского зарубежья. Прошу вас. Спасибо большое. Очень приятно. У меня будет презентация. Я запускаю. Да. Сейчас, секундочку. О, видите, как хорошо владеют сотрудники Дома русского зарубежья с зум-презентацией. Ура! Добрый день, уважаемые коллеги. Мое выступление будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу о сравнительно новом фонде Государственного архива Российской Федерации в фонде Юсуповых-Романовых. Во второй части я расскажу про жизнь великого князя Александра Михайловича в эмиграции на основе тех документов, которые недавно были переданы в русский архив. Итак, в 2014 году в подвале дома семьи Юсуповых совершенно неожиданно был найден чемодан, в котором были документы и различные ценные вещи семьи Юсуповых. Неизвестно, насколько на самом деле эта находка была неожиданной, поскольку на французских аукционах с завидной регулярностью появляются документы Юсуповых, но для нас эта находка стала действительно уникальной, поскольку большая часть содержимого этого чемодана оказалась в российском архиве. Всего на аукционе было представлено 170 лотов, их стоимость по каталогу составила 10-12 миллионов рублей в пересчете на тот курс. Было предбережено 73 лота за 25 миллионов рублей. Документов Романовых в эмиграции у нас не так много, в отличие от документов дореволюционного периода. Особенно это касается переписки, которая в российских архивах практически не представлена. Но здесь мне приятно сказать, что исключение составляет архив Дома русского зарубежья, где есть письма и Гавриила Константиновича, Кирилла Владимировича, Николая Николаевича Младшего и других Романовых. Документы на парижском аукционе приобрел фонд «Связь времен» Виктора Виксельберга. Эти документы и предметы различные демонстрировались на выставках в Москве и Петербурге, а затем в торжественной обстановке были переданы в Государственный архив Российской Федерации в 2015 году. Они составили, как я уже сказала, фонд Юсуповых-Романовых. Интересно, вот на слайде вы видите, в фонд попал также каталог выставки с пометами руководителя Росархива, довольно любопытными, но такая своеобразная архивная кухня. К сожалению, в Государственный архив Российской Федерации подавляющее большинство документов попало в виде ксерокопий, хотя и продавались подлинники, и на выставке были подлинники. Куда делись подлинники, собственно, вопрос неизвестно, я спрашивала в хранилище даже, мне сказали, что никто не знает, куда они попали. Причем это не просто копия документов, а копия из тех копий, которые делали для переводчиков, составителей каталога. Вот копии не очень хорошего качества, размытые, с заломами, есть пропуски. С учетом того, что там очерк романовых довольно специфический, то такое качество копий, конечно, затрудняет чтение. И вот мне «Бальзам на душу» был фрагмент письма Александра Михайловича, который сейчас на слайде. Там переводчик написал, что я не переводил, потому что ничего особенного и сложно прочитать. Ну, в принципе, я с ним согласна. В основе коллекции лежат письма Ирины Александровны и Феликса Юсупова. Немного о хозяевах переписки. Ирина Александровна была внучкой Александра Третьего и императрисы Марии Федоровны, эмигрировавшей после революции. Она была племянницей Николая Второго и дочкой Александра Михайловича, про которую я буду говорить позднее. Феликс Юсупов, я думаю, хорошо известен. Он был наследником единственного богатейшего рода и всему миру он был известен как участник убийства Распутина. Комплекс документов впечатляет. Вот на слайде письма Феликса и Ирины. Они составляют большую часть приобретенной коллекции, 42 лота, охватывают период 50 лет за исключением, правда, к сожалению, Второй мировой войны. Следующее по объему это переписка Ирины с родителями, которая составила более 1000 страниц. Это на слайде письмо Ксении Александровны, матери. Также в фонде имеется переписка с императрицей Марии Федоровны, письма Феликса матери, которая в эмиграции жила в Италию и письма других родственников. Они такие единичные, разобщенные. Семейная переписка охватывает период более 70 лет. Конечно, в ней нашли отражение важнейшие события российской мировой истории, но интерес представляет и отраженная в письмах семейная история с ее мелкими неурядицами. Романовы, как и все простые смертные в письмах писали о том, как они ищут деньги, как они женятся, разводятся, ссорятся, мирятся, болеют, выздоравливают и прочее. Все то, что могут писать себе друг другу родственники, которые находятся на расстоянии. При этом родственники весьма необычные в силу своего происхождения и весьма оригинальные в силу своего характера. Так, например, из писем Феликса Юсупова можно узнать о том, как создавался дом моды в Париже Ирфе или о том, как он судился с голливудской киностудией по поводу фильма о Распутине. В переписке также отразилась довольно любопытная деталь, которая отражает сам жанр переписки, его состояние. Ирина Александровна с восторгом пишет, что появилась возможность разговаривать по телефону, и я так подозреваю, что писем с этих пор стало меньше. По крайней мере, ее родители регулярно жалуются в письмах, что ни она, ни ее братья не отвечают, как положено на письма, не ставят номера, не пишут даты и тому подобное. Если для старшего поколения Романовых это было естественным, привычным занятием с детства, каждый день писать письма, то для молодежи это уже было не так актуально, и тем ценнее та переписка, которая оказалась в архиве. Чем интересны эти документы? Как мы знаем, история русской эмиграции, особенно во Франции, овеяна множеством мифов. Сегодня об этом уже говорилось. эмигрантов самых разных социальных слоев объединяла история трагического изгнания. Не стали исключением и Романовы, в отношении которых до сих пор живет миф, и мне даже один старичок парижский по французскому кафе рассказывал о том, что великие князья в Париже когда-то водили такси. Трагическая история расстрела великих князей на Урале и в Петрограде накладывала ореол трагизма и на тех Романовых, которые оказались в изгнании. Их, кстати, было не так мало, 47 человек эмигрировало. Документы Юсуповых-Романовых позволяют увидеть, как в действительности и, можно сказать, в режиме реального времени происходила их адаптация к новым условиям. Причем это будет не взгляд со стороны, который в отношении Романовых всегда, я бы сказала, довольно предвзятый, а изнутри семьи. Интересно сопоставить это с теми устойчивыми представлениями, которые бытуют до сих пор в монархических и общественных кругах. Чтобы не быть голословным, перейду к жизни в эмиграции великого князя Александра Михайловича. Именно его ветвь на сегодняшний день считается самой многочисленной. Великий князь Александр Михайлович родился в 1866 году. То есть, можно сказать, что он, когда эмигрировал, ему было чуть больше 50 лет, мужчина в самом просвете сил. он был внуком Николая I. В семье его называли на французский манер Сандро. Он женился на своей двоюродной племяннице и дочке русского царя Александра III Ксении Александровне. И уже этот поступок его надел довольно много шума, потому что там были свои нюансы, что на родственницах жениться нельзя было попросту. Ну, в таком родстве близком. Александр Михайлович был буквально одержим флотом. Ему прочили очень большую карьеру во флоте, но из-за того, что он был человеком конфликтом, неуживчивым, не хотел приспосабливаться, подстраиваться, он в бюрократических кругах не смог занять свое место и в итоге его попросили из флота, мягко говоря, но он был человеком неуемным и в начале 20 века он занялся совершенно новым делом авиации и незадолго начало Первой мировой открыл первую в Севастополе офицерскую авиашколу и во время Первой мировой он как раз тоже отвечал за авиацию. После отречения Николая Второго Александр Михайлович со своей семьей и императрицей Марии Федоровной и приближенными лицами оказался в Крыму. Он стал одним из первых, кто проделал магистральный маршрут русской эмиграции русской элиты. В 1918 году, в конце года, он уехал из Крыма в Париж. Однако интересно, что в случае с Андро это было совсем не какое-то бегство, а целенаправленное и желанное действие. Во время остановки в Константинополе он писал своей дочери «Никогда в жизни я не ощущал того, что я чувствую теперь. Это сознание свободы, это такое божественное ощущение, что писать невозможно». Александр Михайлович поехал в Париж не просто так, а на Парижскую мирную конференцию. Тоже довольно любопытный эпизод из его биографии. Он рассчитывал, что в Париже он встретится с ведущими европейскими политиками, расскажет им о том, как страшен большевизм и убедит их послать войска в Россию, потому что только с помощью интервенции, как он полагал, можно будет победить большевизм и дать возможность русскому народу избрать ту форму правления, которую он хочет. Но я не буду комментировать эти его посылы. Скажу только, что это было, наверное, его первое столкновение с реальностью в эмиграции, поскольку понятно, что никакого политического веса, как член бывшей правящей династии, он уже не имел, и никто из европейских политиков к ним не встретился. Но, видимо, он как-то пытался оправдать себя, и в письмах постоянно пишется, что все-таки он не зря приехал, потому что он регулярно встречается с политиками, с журналистами, и он, видимо, хотел воздействовать на общественное мнение. Но я просмотрела довольно большой комплекс газет за этот период, и в них у Александра Михайлович фигурирует только в связи с расстрелом его братьев в Петропавловской крепости. Однако потеря политического статуса Александра Михайловича не смутила, и он стал приспосабливаться к новым условиям. Возвращаться он не планировал и уговаривал свою семью тоже уехать из Крыма. Письма великого князя дают возможность проследить места его пребывания, адреса, которые довольно ярко говорят о его положении и образе жизни. Так, когда он приехал в Париж, он остановился в модном и дорогом недавно открытом отеле Ритц, в котором он, впрочем, останавливался часто и до революции. Затем, как он писал, когда ему гостиницы в конец надоели, он снял квартиру недалеко от Елисейских полей, а затем поселился в более просторном и светлом доме Кирилла Владимировича в 16-м округе Парижа, который был и остается элитным округом, и потом туда же переезжала русская аристократия. Лето Александр Михайлович проводил привычные тоже для себя обстановки так называемой русской провинции на Лазурном берегу. При этом именно с отдыхом обычно в его письмах звучит другая проблема, которая обычно связывает также с русской миграцией, это нехватка денег. Этот хронический недуг, казалось бы, коснулся и Романовых, но когда мы смотрим на конкретные примеры, то становится понятным, что это все довольно субъективные ощущения. Приведу пример. В январе 1921 года Александр Михайлович пишет, что Париж ему просто ужасно надоел, и он бы хотел куда-нибудь уехать, и на летах тоже, но вот никак не может решить, куда, потому что вообще денег нет, и, скорее всего, он никуда не поедет. Но что он пишет летом? В июне он пишет о том, что он проводит время в Биориц, отель Континенталь, который сейчас на слайде, а через месяц он пишет, что он находится в отеле Термаль Палас Виши, там он играет гольф, ходит на танцы, поправляет здоровье. А потом он планировал, там он, кстати, провел три недели, потом он планировал вернуться в Париж, чтобы опять поехать в Биориц. Я думаю, что такой отдых мог позволить себе далеко не каждый русский эмигрант, уже не говоря о тех русских, которые остались в России. Хобби Александра Михайловича также остались прежними. Он посещал в Париже закрытый частный гольф-клуб Сан-Клод, играл в карты, ходил в театры, в кино, разве что он не ходил в казино, он очень любил казино, но, видимо, уже в эмиграции он себе это позволить не мог. При этом возникает вопрос, откуда он деньги брал. Источник своих доходов Александр Михайлович в письмах не называет. Традиционным является представление о том, что члены богатейших русских семей в эмиграции вкладывали последние средства в помощь своим обездольным соотечественникам. Это было действительно так, но были исключения, и, наверное, как вы уже догадались, этим исключением был Александр Михайлович. Он откровенно писал в письмах Феликсу, который занимался благотворительностью, о том, что он не понимает, куда и на что идут деньги. Александр Михайлович предпочел пищу духовную. Он создал союз душ. Создание этого союза предшествовало довольно интересной истории. Во-первых, Александр Михайлович, когда приезжает в Париж, сразу же попадает в круг неких парижских друзей, которые занимаются спиритическими сеансами. Это, в принципе, не было уникальным явлением. Спиритизмом в то время, наверное, увлекались все, но Александр Михайлович так втянулся, что он вызывал добрые, злые духи, пытался их сфотографировать. Ну, кстати, многие пытались, вот даже в гугле, если посмотреть, там много фотографий вот этих духов, значит, пытался сфотографировать эти духи и пытался даже пообщаться со своими убитыми в Петропавловской крепости братьями. И именно вот эти опыты его спиритические легли в основу Союза душ. И, плюс ко всему, он влюбляется в одну юную особу, вероятно, также русскую эмигрантку, потому что он пишет в письме, что она дошла до того, что вынуждена зарабатывать себе на жизнь танцами. Но здесь Александр Михайлович тоже не был оригинален, надо сказать, потому что Романовы традиционно влюблялись в танцовщицы. Именно жизнь вообще Александра Михайловича была довольно сложной, несмотря на то, что он имел семь детей от Ксении Александровны, еще до революции у них наметился раскол в семье, и Александр Михайлович и Ксения Александровна тоже имели связи на стороне. Но вот что характерно, конечно же, в России развестись с дочкой императора, я думаю, что он бы вряд ли смог, ему даже такая идея в голову не приходила, но в эмиграции он решил воспользоваться той свободой, которую получил и просил слезы на буквально развод, но Ксения Александровна ему, правда, не дала согласия. Союз душ не был православным объединением, он базировался на идее христианского возрождения, но без опоры на церковный институт. Это довольно любопытно, поскольку православие стало важнейшим фундаментом русской идентичности в эмиграции, но Александр Михайлович видимо не искал легких путей и сближаться с отечественниками на основе расповеданий не планировал. Идеи Союза душ нашли отклик в Америке, куда Александр Михайлович трижды ездил в турне в конце 20-х годов по контракту с менеджером. Он там читал лекции в Колумбийском университете, в Айове, и в Филадельфии вообще много где и аудитория слушателей доходила порой до трех тысяч человек. Однако надо отметить, что русские эмигранты ни в Америке, ни в Европе, особенно идеями великого князя не прониклись. Процитирую отрывок из его письма, посланного из Америки. «Наши бедные русские, насколько я вижу, ничего не понимают, что я делаю. И, конечно, как подобает настоящим русским, всегда в протесте. Вот если бы я кутил, они были бы в восторге, а так им не за что зацепиться, и они в отчаянии. Но есть исключения, но это, конечно, не из нашей гнилой интеллигенции. Конечно, мои потусторонние друзья мне помогают, моя задача вовсю». Это он имел в виду, видимо, он во время лекции еще стереотический сеанс проводил. «Русские в Америке по словам Сандро полны злобы и зависти, и великие князья для них цитируют «смесь идола с идиотом, все эти монархисты хуже большевиков». Я думаю, что здесь говорила в первую очередь его обида на ту клевету, которая лавиной выливалась на Романовых перед русской революцией и во время тоже. Но, тем не менее, то, что он это пишет в конце 20-х годов, тоже довольно показательно. Американцы же встречали Александра Михайловича на ура. Он ходил на джазы, слушал музыку и вообще писал в письмах, что наслаждается всеми удобствами жизни американских богачей. Вопрос престола наследия и споры между кирилловцами и николаевцами, бодоражившие в 20-х да и до сих пор, в общем-то, монархическое сообщество интересовали Александра Михайловича лишь с точки зрения христианского мира и согласия. Он поддерживал Кирилла Владимировича, чем буквально выводила из себя Марию Федоровну и свою супругу. Ну, когда мы читаем письма и видим, что Александр Михайлович вообще-то большую часть времени в эмиграции жил на квартире Кирилла Владимировича, то понимаешь, что странно было бы, наверное, если бы он его не поддерживал. Тем более, что, кстати, Кирилл Владимирович некоторым Романовым давал довольно значительную сумму в долг. Александр Михайлович умер в 1933 году в рюке Брюни на небольшом французском курортном городке. Там же и был похоронен. Проблемы, которые обычно связывают с жизнью в эмиграции, бедность, деклассирование, адаптация, Александра Михайловича не сильно беспокоили и принципиально значения для него не имели. Он не был интегрирован в эмигрантское сообщество, хотя и был покровителем ряда эмигрантских военных объединений и выходил за рамки эмигрантской идентичности. Как Марина Юрьевна вчера сказала, был человеком без границ. По своим взглядам и образу жизни он был скорее космополитом. В воспоминаниях он писал, «Если бы я мог начать жизнь снова, я начал бы с того, что отказался от моего великокняжеского титула и стал бы проповедовать необходимость духовной революции. Этого я бы не мог начать в России». Эмиграция, в общем, понятно, что была для Александра Михайловича, по крайней мере, как он себе это воспонимал, была для него благом. Конечно, при осмыслении глобальных исторических событий, таких как русская эмиграция, историк делает обобщение, оставляя обычно за скобками судьбы обычных людей. Личные документы, в том числе из фонда Юсуповых-Романовых, дают возможность увидеть исключительность и многообразие траекторий, по которым может развиваться судьба человека в эмиграции. И жизни Александра Михайловича ярких тому пример. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Ксения Васильевна, просто блестяще. Я не знаю, как другие участники, слушатели и коллеги, я получила огромное удовольствие, вот как новое поколение прочитывает историю русского зарубежья. Абсолютно, ну так скажем, абсолютно новая, не то чтобы трактовка, взгляд, пока еще это только взгляд, но просто замечательно. А самое главное основанное на документах, это не просто так, это понимание проблемы сквозь призму совершенно и отдельной личности, но какого уровня, и сквозь совершенно конкретные документы, которые находятся в хранилищах. Очень интересно, большое вам спасибо, да-да-да, вот вам пишут, тут в чате пишут благодарности и из Польши, и из Латвии, конечно, все сразу откликаются на такой раме. Наши гости из Петербурга, Ярославля, известная исследовательница русского книгоиздания, автор замечательной монографии о книгоиздательстве Константина Некрасова, Ирина Вениаминовна Ваганова, кандидат филологических наук, она впервые, а, нет, тоже, это у меня на конференциях впервые, а в Доме русского зарубежья она, конечно, выступала многократно. Ирина Вениаминовна, мы вас слышим? Да, добрый день. Видим вас, да, и слышим прекрасно. Да, всю презентацию я запустила, всем видимо. Да, все отлично, просто женщины владеют презентациями совершенно на ура. Прошу вас с большим удовольствием послушаем вас. Огромное вам спасибо, во-первых, за приглашение, Марина Юрьевна, да, я действительно выступаю первый раз на такой конференции, я выступала в Доме русского зарубежья, в вашем замечательном доме была несколько раз, в основном у меня было связано это с Муратовым, Павлом Павловичем Муратовым, которого я открыла тоже благодаря вот издательству Некрасова, вот на Ксении Михайловной Муратовой мы там бывали, и еще там на других мероприятиях. Вот, спасибо вам за приглашение, я в восторге вот от выступления Ксении Сак, у меня были вопросы, но я напишу потом, что просто не отвлекаться, да, вот я, наверное, не так легко после такого блестящего выступления говорить, тем более, что уровень там такой, знаете, масштабный, а здесь такой региональный, но я постараюсь, что вам было интересно. Да или не портите мне молодые кадры. Значит, моя тема звучит вот так вот, тему Севити, да, пистолярное наследие русской миграции в архиве книг издательства Константиновича Некрасова, но прежде чем говорить архив вообще уникальный, и, к сожалению, мало, точнее, совсем даже неизвестный был, но прежде чем говорить о самом архиве, я буквально несколько слов скажу об издателе, потому что это будет тогда приоткроет какой-то свет и на этот архив. Вот Константин Федорович Некрасов, он был племянником поэта, но они не видели, сразу же скажу, то есть встреча была одна, когда вот было племяннику два года, и, в общем-то, как бы даже генетически это никак не связано с его деятельностью, но дело в том, что Константин Федорович Некрасов вошел в историю русской литературы именно как издатель, хотя его издательство существовало всего пять лет, с 2011 по 2016 год. И, тем не менее, с одной стороны, издательство оставило очень яркий след в культуре, с другой стороны, вообще не было известным. И вот почему практически не было известно, почему-то об этом я и попытаюсь сказать. Дело в том, что не был известен архив издательства, но прежде, чем переходить к архиву, я просто покажу буквально несколько фотографий, с кем сотрудничало издательство или, точнее, кто сотрудничал с издательством Некрасова и чьи письма хранятся именно вот в архиве. Архив находится, большая часть архива основная находится в Ярославле, Ярославском государственном архиве. Вот Александра Блока, Борис Билый, Брюсов, Бальмон, Бунин, Иван Бунин, буквально недавно только что выступал на конференции как раз в Бунинской связи с 150-летием. Там всего одно письмо есть Бунина, но тем не менее это интересный эпизод из жизни. Вот мой любимый Павел Муратов, Борис Зайцев, Михаил Кузьмин, Ходосевич, ну здесь только один Кузьмин не из-за миграции, да, Алексей Толстой, Федор Сологуб, Гиппиус, Мережковский, ну и так далее. И перечислять могу очень долго. Как вообще произошло открытие архива и открытие издательства? Буквально вот молодой выпускницей университета я как бы вообще случайно попала в архив, ну думала на год там, потом готовилась поступать в аспирантуру и не знала, чем там буду заниматься дальше. И была на должности исполняющей обязанности главного хранителя и приезжал исследователь, очень просил, была жуткая, была зима очень холодная, он просил какие-то документы ему дать, а по закону, что могли не выдавать, потому что там было очень холодно. но мне как-то было жалко, он был из Иркутска или откуда-то, я вот пользуясь своей властью, сказал, нет, идем, мы ему найдем то, что надо, человек приехал за тысячи там верст. В общем, мы пошли, вот такие огромные были ключи совершенно от церкви, потому что архив хранился в церквях, это было в конце 80-х годов, перестройку уже объявили, но она еще не началась. И мы, в общем-то, нашли, мы подобрали то, что надо, и когда уже довольно счастливо выходили, на меня сверху упала какая-то пачка, но поскольку здесь все люди архивные, да, или большая часть, представляете, как в советское время хранились архивы, да, то есть она буквально свалилась в нее, ну, что называется, с третьего яруса храма, храм Боговещения, с тех пор это мой любимый храм в Ярославле, в общем-то, и когда он, естественно, упал с третьего яруса, развалился, я открыла, это была, бечевочка завязная, я эту пачечку открыла и хотела собрать ее и завязать, и вдруг я, значит, смотрю, упала как раз пачка вот с письмами Гиппиус, Мережковский, вот эти вот, я читаю, смотрю на конверты, а поскольку я в университете занималась символизмом и намеревалась продолжить дальше именно изучение вот символизма, я просто не верю своим глазам, это были письма ярких поэтов, писателей Серебряного века, большая часть которых была в эмиграции, и, в общем-то, что меня поразило, они были, понятно, что они были неизвестны, но они вообще не были тронуты рукой следователя, то есть вообще не были, они вообще были неизвестны, вот абсолютно, и, конечно, я это все сложила аккуратненько, и все это я завязала, убрала наверх, я из этого здания буквально не просто там шла, я бежала до, значит, бежала до вот основного здания архива, и когда я приезжала в кабинеты директора, ворвалась и сказала, задыхаясь, что вот вы знаете, он, в общем-то, он начал кричать, вахать руками и ногами, сказал, ты кому-нибудь говорила, я говорю, никому, никому, он говорит, никому не говори, немедленно завяжи и убери, я была, знаете, после университета прошла, я была в шоке в полном, а потом я поняла, слава тебе Господи, благодаря вот этой позиции этот архив сохранился, дело в том, что архив, ну, потом-то, конечно, я выпросила у него стажировку с Гали, тогда еще называлась, потом я с этой темы поступила в аспирантуру, Курскинский дом, в общем-то, у меня называлась книга издательства, русский литературный процесс начала века, книга издательства, кстати, вообще не Красова, и, в общем-то, и так пошли открытия одно за другим, но там еще открытия на многие-многие сотни лет хватит, почему же, значит, так получилось, что не знали об издательстве, не знали об архиве, и здесь очень сложно сказать, что первое, что второе, ну, знали, что у племянника был архив, не более того, ой, Федор Шнекрасов, вот он был активным кадетом, и он был избран в Первую Государственную Думу, но Дума была разогнана, он подписал выборское воззвание и попал в тюрьму на три месяца, вот именно в тюрьме он приходит к решению заниматься издательской деятельностью, тюрьмен пишет отцу, что, типа, мог бы я заняться чем-нибудь, типа, редактирование журнала, но это очень тяжелый труд, часто сопряженно с ночной работой, к тому же мало оплачивается, к тому же суды, ну, если займусь этим, если ничего другого не найду, он, видимо, не нашел, потому что выйдя, а может, я тебя не искал, выйдя из тюрьмы, в 1909 году он открывает газету «Голос», она была самая демократичная в Ярославском крае, очень популярная, ежедневная, а в 1911 году он открывает уже издательство, и вот как раз с этого года у него устанавливаются контакты, он такой увлекает в свою орбиту всех, ну, фактически всех известных писателей-поэтов начала XX века. Конечно, имя Некрасова и родство ему в этом сильно помогало, потому что, вот даже, например, Константин Бальмонт, такой позер, письма, кстати, Бальмонта тоже были неизвестны до моей публикации, это вот такой вот весь эстет, вот он в этом письме пишет, не знаю, видно вам или нет, «А вы не родственник Некрасова, был я в Ярославле несколько месяцев, гордный, интересный, но мрачный, моя мать, кстати, родом в Ярославле», ну, в общем, в таком вот, все в таком духе. Вот, открытие, и, в общем-то, все, начиная глубоко изучать все вот эти вот, все письма, первое, конечно, было бы для меня открытие, это Павла Павловича Муратова, и письма, это 96 писем сохранились, это вообще уникальная личность, но сейчас имя Муратова известна, это автор образов Италии несравненных, и с темой Муратова я достаточно часто выступаю на разных конференциях, и его письма мне удалось публиковать, спасибо Александру Васильевичу Лаврову, еще в 93-м году, «Вальмонахи лица», и вот после этого уже я с Ксенией Муратовой подружилась, и у нас вот это общество международное, Муратовское, которое сиротело без нее, потому что Ксения, ну, наверное, большинство знает, что год назад ее не стало, Муратова, но тем не менее, работа продолжается, это общество. Дальше был большой пласт писем Бориса Зайцева, тоже уникальные совершенно письма, но поскольку это все опубликовано, то я на них не буду задерживаться, я просто скажу очень коротко, на каких пластах можно вообще вот в этом архиве книг издательства говорить, а как они могут вообще помочь в изучении русской миграции. Дело в том, что этот архив, вообще этот фонд архива, он был передан в архив государственный только в 1947 году, собственно, поэтому-то, наверное, он уцелел, причем вот в эти дни еще раз просматривая все документы, я убедилась еще раз, что некоторые письма, например, Гумилева, они были изъяты из фонда, но и, видимо, уничтожены, по крайней мере, их следов нет, потому что есть письма, где Некрасов ссылается на Гумилева, но самих писем нет. Причем в этом фонде именно хранятся письма не Некрасова, кстати, Филовича, а именно классиков к нему всех. И почему, значит, архив был неизвестен, ну и вследствие этого издательства тоже. Дело в том, что Константин Некрасов родился вот в этой усадьбе, в Карабихе, это замечательное музей, сейчас поэта Некрасова, он вообще из семьи младшего брата поэта, у поэта Некрасова, у него было четыре брата и две сестры, и детей ни у кого не было, кроме младшего брата, вот этого Федора, зато Федора было двенадцать, то есть он как бы компенсировал. И вот Константин был его сыном. И детство Константина прошло вот в этой замечательной усадьбе, но когда произошла революция, он, в общем-то, естественно, еще в семнадцатом году покинул Ярославль, а вот его мать уже после смерти Натальи, она жила в Карабихе, но произошла революция, усадьбу сразу же национализировали, и, в общем-то, родственников, ну как бы, ну, можно сказать, выгнали, да, а вот Наталье Павловне, вот его матери разрешили жить вот, вот ей разрешили жить вот в этом домике, это назывался усадьбе, он до сих пор и есть, здесь там экспозиция сейчас, дед Маза и Зайца, вот ей разрешили жить в этом домике, он такой был летний, построен для брата, младшего брата, поэта Константина, такой был очень неудачливый, как бы по жизни, ну, читалось. Ну, в общем, и здесь вот доживала Наталья Павловна свои годы с двумя своими дочерьми, незамужними, Елизаветой и Анастасией, и в этом домике, видимо, и хранился вот этот архив, в котором уникально есть письма, причем таких художников, там вот Ларионова, которые неизвестны исследователям, сейчас я стараюсь как-то их в оборотах, значит, запускать, Бердяева Николая, например, но в 40, в общем-то, и, видимо, как-то они так хранились где-то там под спудом, потому что никто этот домик не трогал. После, сначала в этом здании был колхоз, ну, не в этом, а вот здесь вот усадьбе, да, потом здесь открыли детский дом, и только в 47-м году, когда было 125 лет поэту, решили, значит, создать музей. И вот тогда-то, видимо, вот этот архив, то есть, ну, как ненужные бумаги, передавали, вот, передавали в архив, ну, и часть, значит, основная, вот, 270 в день сохранения передали именно в Государственный архив Рософской области, вот, а в 65-м году еще передали там 60 документов, которые передали их из музея, потому что была реорганизация музея, потому что часть писем, например, Бунина и Блок, они хранятся не в архиве, а в музее-заповеднике в рукописном отделе. Вот, ну, и, значит, поскольку еще Некрасов издавал не только, он был не только книгоиздателем, еще издал такой замечательный журнал «София», то, безусловно, у него был контакт со многими художниками, искусствоведами начала века. Вот, я уже вот упомянула письмо Ларионова, как раз перед эмиграцией он ему написал, значит, он, поскольку Некрасов издавал серию, лубочную серию, и как раз Ларионов предлагает издание своей жены, то есть Лубок Натальи Гончаровой, то есть ведутся переговоры. В общем-то, как бы, конечно, уже все это не состоялось издательство, но, тем не менее, письма-то сохранились. Достаточно много, скажем, вот достаточно много есть интересных таких фрагментов. Вот, например, по Бунину, да, вот Буни написал, там Некрасова он предложил издать свои книги, потому что он уходит из книгоиздательства московских писателей, ну, потом Бунин помирился там, в общем-то, или, например, там Андрей Белый тоже сначала роман из Петербурга издался в Верославле, потом Сирин его выкупил, да, Терещенко, там, как бы, книги не вышли, но письма-то остались. Это такие интересные, яркие страницы со всякими там спорами, дискуссиями, обсуждениями. Они там, в общем-то, спорили, ссорились, смирились. Вот, и поэтому очень интересны также письма художников, не только писателей. У Бердяева тоже письма, как бы, такие они фрагментарные, я называю эпизодические, то есть один-два письма, но начинаешь вот это письмо, может служить прекрасным, прекрасным, знаете, таким поводом информационным для целого периода в жизни того или иного автора. Следующий момент, который как раз и познакомил меня с Мариной Юрьевной Сорокиной, спасибо ей, это деятельность, деятельность, как раз, Казаховича Некрасова, как коллекционера. Дело в том, что Некрасов был не только издателем, а был еще коллекционером. И у него была потрясающая коллекция древнерусских икон, которая, к сожалению, она оставалась в Ярославле и погибла во время белгвардейского мятежа, ну или, как мы сейчас говорим, просто мятежа в июле 18-го года. И была у него чудесная коллекция восточного искусства. Мой Некрасов был совершенно помешан на Востоке, особенно на Персии. Он сам ездил в Тегеран, в город Рея, там в Раскопах участвовал, в общем, смотрел. И я очень долго искала следы этой коллекции. И совершенно случайно в Няполе на конференции Муратовской мне когда задали Тарасов вопрос, а где же его коллекция? Я сказала, что вот, говорят, там, что его нет. И Ксения Муратов сказала, как это нет? Он именно в музее, поезжающий. В общем, оказалось, что реально вот этот музей, который здесь, сейчас покажу, музей Востока, он начинался в 18-м году именно с коллекции Константина Ильича Некрасова, восточной коллекции. И это уже следующая тема как бы моих изысканий, моих исследовательских, моей исследовательской работы. И когда я в прошлом году готовила выступление для Музея Востока, на конференции Музея Востока, я задалась таким вопросом, кто же помогал Константину Некрасову создавать такую уникальную коллекцию, о которой до сих пор в Музее Востока говорят с преддыханием. Причем, кстати, там очень долго не знали, кто владелец этой коллекции. Там везде писали СК, Ф, Некрасов. И даже во всех каталогах, даже вышедшие в конце 80-х годов, было написано, что мы не знаем, чем занимался коллекционер, был ли он как-то связан профессионально с восточным искусством. В общем, и даже не можем расшифровать его имени-отчество. Мне еще пришлось поднимать массу архивов, чтобы доказать, что это тот самый Некрасов. В частности, письма его из Брюсова, например, где он писал, там, Муратова, он писал из Тегерана. И вот эти письма, как раз эти цитаты пошли в доказательство, что это тот самый мой Некрасов, он же не только издатель, он еще коллекционер. А потом уже, год примерно спустя, в прошлом году мне удалось найти в Рамгали дневник путешествия по Персии, по Персии, как раз, кстати, Казахи Федоровича Некрасова. Но я, готовившись, значит, к конференции в Музее Востока, я вдруг подумала, конечно, Казахи Федорович, я его обожаю, но и он был талантливый человек, разносторонний, но не настолько глубоко знал искусство, чтобы самому собрать такую уникальную коллекцию. А кто ему помогал? И так я вышла на такое имя, на Балакин, значит, Балакин Андрей Андреевич. И здесь мне попадается одна совершенно такая потрясающая статья Марины Сорокиной. Кто офицер, кто офицер Балакин, правильно я называю? Кто офицер Балакин? Я начинаю читать, дальше я перехожу к статье Загородниковой. Оказывается, значит, этот Балакин, он был последователем Сухина, тоже чуть позднее. И он был, такая, в общем-то, личность неоднозначная, даже подозревает, что он в охранке служил и что он был, вот, Канаят Хану представлен охранкой. Я думаю, ну, мне же так это имя хорошо знакома Балакина. Он переводил, вот он для Некрасова переводил, вот сказки попугаи перевел. Потом я нахожу некоторые цитаты в письмах постоянно Некрасов, он его где-то журит, он даже пишет, например, Муратову, мы уже готовы ехать в Персию, типа, выезжаем такого-то числа, здесь, по-моему, отрывочек с этого письма, сейчас я покажу, но путанник Андрей Андреевич, нет, это вот из дневника, но путанник Андрей Андреевич, значит, до сих пор не добыл паспорт. То есть вот, и вот этот друг высокий Андрей Андреевич Балакин, который упоминается в статье у такого крупного специалиста русского зарубежья, как вот Марина Сорокина и, значит, Татьяна Загородникова, вдруг выясняется, что это мой же Балакин, то есть переводчик и сотрудник издательства Некрасова. Более того, все письма из Москвы почему-то Балакин пишет исключительно на таких на листах в общем журнала «София», там в левом углу стоит штамп, штамп журнала «София». Вот и вот в Ярославском архиве, у меня время, наверное, заканчивается, да, я заканчиваю, Марина, да? А? Что-то я не слышу ваш звук. Обключилась, да. У нас один доклад ушел, поэтому мы свободны до этого времени. Еще семь минут точно есть. Я сейчас быстрее постараюсь доложиться. Вот, и, в общем-то, и здесь я начинаю выискивать, значит, даты сопоставлять, и вот если, например, авторы, вот уважаемые, которые это называют, пишут, что вот Балакин, он там был за границей, и он только смог вернуться в мае 2014 года, то я как раз доказываю, что нет, он уже в марте, вот он и в марте, сейчас я прочитаю, вот здесь вот письмо, значит, он в марте уже был, в России, ну, то есть у Андрея Андреевича была такая очень непонятная жизнь, он действительно такой, вот, не знаю, я до сих пор не знаю, служил он там, не служил в охранке, но мне важнее другое, если он служил, знал ли об этом Некрасов, который с ним фактически дружил, но мой Некрасов его постоянно называют путаник. Вот, так вот, 11 марта 2014 года Андрей Балакин пишет из Москвы Некрасову моему, по получению еще первого письма я пошел к директору нашего института, это имеется в виду ЛИАС, это институт восточных языков, и немедленно добыл отпуск, а раньше я ничего не предпринимала, так как Павел Павлович сказал мне, что вы не решаете съехать ввиду волнения, тревожного состояния во многих провинциях Персии, тогда я только собиралась уговаривать вас не обращать внимания на эти все волнения и беспорядки, ведь Персия тема замечательная, что у меня никогда не бывает порядка и спокойствия. Ну, в общем, письма Балакина о Персии, они прямо как поэму читаешь. Потом, ну, я понимаю, что тут вот самый Балакин, но не может быть таких совпадений, и вот здесь я уже сама предпринимаю шаги для поиска авторов тех статей, но действительно выясняем, что это вот он, и потом они вместе съездили в Персию, вот здесь вот, значит, здесь страницы из дневника как раз, например, вот здесь страницы, но они в плохого качества, прошу прощения, потому что мне только микрофильм выдали, но там Андрей Андреевич упоминается очень часто, там, например, он говорит, там Некрасов пишет, у Андрея Андреевича заболело сердце, поэтому сегодня отправился один. Более того, Балакин знакомит Некрасова там с послом, значит, и они там он написывает обету посла, у него жена англичанка, которая ни слова не говорит по-русски, ну, в общем, такие вот интересные детали, вот вчера у нас был потрясающий доклад там о Турции, да, я так подумала, что как вот интересно переплетается, то есть вот посмотреть вот с такой, и, в общем, Балакин Андрей Андреевич оказался в эмиграции, потому что его следы находятся, он жил в Италии и выступал в Париже на съезде, вот, но как бы конкретно, вот, конкретно не удалось найти его следов, но я думаю, что это еще все впереди, вот, но здесь еще, вот в связи с Балакином возникла еще одна, другая очень замечательная, замечательная личность, которой даже фотографии мне не удалось найти, вот опять же, спасибо, Марина Юрьевна помогла дату установить смерти, это некий Абелов, значит, Давид Абелов, у него есть, сейчас покажу, да, значит, причем у него фамилия такая, Абелов Андроников, Некрасов ему сначала писал, вот, но пишет вот здесь в письме, еще просьба, не пишите мне Абелов, Андроников, я терпеть не могу, лучше прямо Абелову, ну, в общем-то, вот, кроме того, что он родился в таком-то году, в 1863 году, и скончался в 1862, тоже ничего найти не удалось, но дело в том, что Абелов был личностью очень интересной, буквально, ну, не просто увлечен, а сильно увлечен Востоком, вот он там, предположим, как раз Балакин, его, Балакин и знакомит Некрасова с Абелову в Тегеране, и с 14-го года, с весны, вот этот Абелов Давид выполняет роль некого такого миссионера для Некрасова, то есть, он все, вот эти покупки, все покупки вот этих раритетов восточных, которые сейчас оказались в музее Востока, собственно, делались, ну, большая часть, они все делались как раз именно через Абелова, вот, например, значит, Абелов пишет, сейчас, секундочку, значит, что после вашего, значит, после вашего визита, так, да, да, сейчас, одну секунду буквально, значит, дорогой Ксения Федорович пишет Абелов из Тегерана 1 мая 14-го года, после вашего отъезда не было прямо отбоя продавцов, антиков, которые ловили на улице, в банке, ломбарде, и даже у меня спальне, переносили ерунду и прелестные вещи, ну, и, в общем, так далее, вот, и там описание, вот здесь даже у меня телеграмма есть, потому что закупки такие были достаточно серьезные у Некрасова, у него еще была, кстати, помимо своей коллекции, у него была лавка антикварная в Москве, сначала на Петровке, потом на Тверской, и он там вот продавал, здесь даже телеграммы, на телеграммах можно смотреть текст, он там, типа, то покупает, то там продают такой вот, ну, и вот, в общем, так через Балакина я вышла на этого Абелого, писем в архиве достаточно много, то есть, я их только, ну, как бы только приступаю к их такому изучению, пытаюсь найти какие-то следы, кем он, какую он должность занимал, тоже установить не удалось, но очень интересное у него описание состояния вот Персии, вообще Тибирана, то есть, Персий любит крови, он пишет, то есть, вот для таких, знаете, для изучения вот Востока отношений, я думаю, это может быть иметь огромное значение, особенно это, учитывая, что это было перед эмиграцией, и, как, вот пишет Абелло, как обошлать с вами таможня, да, жму вашу руку и желаю Андрея Игоревичу приехать вместе с вами еще раз в Персию, ну, то есть, там я все-таки нашла доказательства, что это именно Балакин познакомил с Абелло, то есть, у Балакина были свои люди, свои люди в Тегеране, это вот еще есть несколько имен, которые связаны именно с Востоком и которые, как бы вот так, которые вообще неизвестны сейчас исследователям, ну, наверное, потому что мало кому пробьет в голову искать в региональном, скажем, областном архиве вот письма, опять же, там Бердяева или, не знаю, Балакина, вот, одним словом, завершая свое уступление, хочу сделать некие выводы, наверное, две основных причины, почему не было известен архив, да и издательство практически одновременно произошло открытие. С одной стороны, архив находился вот в этом зеленом домике, как я показала, то есть, и слава Богу, что он находился вот у родственников, да, как бы о нем никто не знал, вот, что и поэтому он сохранился, да, там Мережковский, Гипиус, вообще просто там белый, нетронутые письма, вот, до 1947 года, да, а с другой стороны, его региональное местонахождение, это все-таки, это была Москва или Петербург, но кто-нибудь бы наверняка дошел, а здесь как бы лежит, лежит, ну и плюс политика архивов, там вот был директор, которого я очень люблю, уважаю, но у него была всегда политика, не открывать, не трогать, не показывать, не давать, вот, в общем-то, знакомо, знакомо многим, да, сейчас нет, сейчас там все поменялось даже, я тут без конца дергаю, опись, кстати, оцифровано, сейчас там на сайте выложено, вот, и они даже, я им звонила несколько раз, и они говорят, мы чувствуем, что ты нас достанешь, и, наверное, нам придется цифровывать постепенно этот фонд, вот, вопросами с такой вот, ну, здесь тоже такой неоднозначный, хотя очень многим исследователям по вот русскому зарубежью, в основном, как бы я старалась помочь, направляла в архив, кто Кузьмин занимается, Кузьминым занимается, кто Ходосевичем, да, это все архив до семнадцатого года, но иногда, чтобы найти какой-то эпизод, вот, как мы сейчас с Буниным, да, там, 1912-14 год, мы сейчас устанавливаем некоторые отношения, вот, даже одно письмо, оно может пролить свет на целый ряд вопросов, и, как вы понимаете, для исследователей это очень важно, когда что-то находишь, и там совпадает, и вот, прям, вот, такое вот открытие, вот, сам Константин Федорович, он не эмигрировал, он умер здесь, в России, и умер 22 октября 1940 года по дороге из Ялты, он каждый, у него были проблемы с легкими, он каждый год лечился, ездил в Крым, по дороге из Ялты в Москву, около Туапсе, и он был снят с поезда, похоронен Туапсе, вот, и у него был один сын, к сожалению, в общем-то, он умер уже давно, но, к счастью, мне удалось один раз с ним свидеться, он уже буквально там, он болел, то есть какие-то личные данные я получала, именно вот как бы у сына меня тогда музейщики брали, это было в 91-м году еще, вот, таких вот у них потомков, кто бы занимался, их делом не осталось, но, в общем-то, вот, вот, все-таки удалось найти полное тезка поэта Николая Алексеевича Некрасова, который сейчас помешан абсолютно на Китае, вот, и когда он узнал, что его прадед занимался Китаем, Востоком, в общем-то, даже не удивился бы, да, я думаю, откуда у меня такая любовь, вот, но они как бы далеки вот от этого и всегда отказываются, ничего не знаем, вот, ну, какую-то информацию выслушивают иногда благодаря, вот, так что у меня все на этом, простите за некоторое такое, вот, может быть, сумбурность, изложение, спасибо. Спасибо огромное, Ирина Веняимовна, за интереснейший доклад, очень живой, да, вот я, например, ценю это на всех конференциях, когда такие очень живые, настоящие, подлинные человеческие чувства, впечатления, а не только, так сказать, сухой научный поиск, у кого-то яблоко, на кого-то яблоко упало, да, на кого-то вот архивная папочка так удачно спланировала, понимаете, это, конечно, совершенно здорово, я, собственно говоря, мне очень нравится ваша, вот, работа с этим архивом, и ваш доклад, он, конечно, в параллель к докладу, к разговору, так скажем, к месседжу Ивана Грезина, который тоже говорил, что же все сосредоточились только на каких-то там центральных архивах, а в центральных архивах, как правило, на личных фондах очень известных личностей, в то время, как существует огромная сеть региональных архивов и в Европе, и в Соединенных Штатах, и самое главное, здесь, в России, и весь Серебряный век, пожалуйста, можно изучать не только в Москве, и огромные евреевристические возможности, так что огромное вам спасибо за очень интересный доклад, я уверена, что мы еще вместе сделаем не одну любопытную работу, добавлю, что вот этот самый Андрей Балакин, который тоже на меня свалился почти как папочка на вас, совершенно случайно, по запросу, тем не менее, когда начинаешь, так сказать, раскапывать, выясняется,